здравствуйте очередной ролик про приют для животных зверополис в рязани мы тут давно реально с женой не были у нас родился сын не было возможности посещать помогать но сейчас более-менее подросла наставили с мамой с бабушкой и решили опять возобновить наше посещение какую-то помощь посильная ну и вообще как бы принять участие смотрите какие к девочки сейчас кого-нибудь возьмем погулять давно не были все тут переставили собаки все подросли в предыдущих роликах наверно полугодовой давности может быть больше даже они были там вообще там какие-то щенки сейчас такие здоровые лошади выросли многие знакомые многие вообще даже время прошло чего-то многих не узнаю так сейчас будем искать своих знакомых собак с которым мы дружили раньше более-менее активно такой вот зверополис такие вот товарищи у нас сидят сейчас вам буду показывать происходит смотрите за роликом дальше так продолжаем показываем жизнь изнутри вольян вот мы что здесь пытаемся одеть ошейники на собачек с которым сейчас будет гулять вот они товарищ одного водитель а вторую часа ошейник бум и будем а так вот небольшие домики главное что крыша над головой так продолжаем и на на прогулке ну как всегда в принципе гуляем собаками приходим зверополис вот нам достался стасик который все помнят еще да и мы помним щенком бестолковым думал что так и не набрался смотрю гулять не умеет совсем мало с ним гуляет некоторые собаки от этого от отвыкают до что надо на поводке гулять поэтому ведут себя более очень плохо а мне досталась такая девочка линда спокойная такая смотри какая хорошая поэтому такой агрессор хренов ну да он играет но играть на поводке надо короче обучать он не умеет пока ходить за все время не научился гуляли с ним мало вот он дубина так вот смотрите как мы гуляем кто не знает вообще про приют рязань там ориентир недостоева вот такая территория примыкает то есть можно прийти погулять собакой совершенно не нести каких-то затрат тоже некоторые думают вот мы помогаем приюту значит мы должны там что-то тащить сюда машинами продукты и денег там слать и все такое лекарство там многим собакам делать операции если есть возможность помогать то пожалуйста если нет возможности финансово как то то можно прийти просто погулять потому что сидят они в вольерах пока мы гуляем то есть девчонки там кураторы ой дергать собаками дергают камеру это они в это время как раз хоть уберут вольер ну и плюс им надо размяться что они все время сидят то есть у них таком в небольшом замкнутом пространстве погулять им как бы необходимо так ладно гуляем дальше тут вот что-то так идем эту партию товарищи домой обратно вольеры все погуляли сначала чуть бегали как задницу раненые что-то суетились потом погуляли успокоились вы как хорошо и ренту красавица мои товарищи сопровождаем сейчас кого-нибудь еще возьмем вам обязательно покажем поэтому мы приносили сюда маленькие игрушки потому что маленький пока смы отсутствовали 4 месяца он вырос до во время пути собака смогла подрасти это точно и мы сегодня сделали вывод что ему нравится мужчины потому что со мной что-то он особо гулять не захотел все время бежал к сережке вот он стоит только у него трется значит наверное нужна ему мужская рука написать на вольере что гуляют мужики да да нормально с баблой он ведет себя некорректно польза была от около будет бегать мочечка там покойные оказывается мочечка скажи ко мне на просто привыкнуть я радовался что я вышел все идем тогда так снова на территории от вольера вон какая малышня тут смотрите вот это такая маленькие собачки хочется им всем чтобы вниманием уделили погладили это он боится у каждого своя история там два чудика сидят вот тут сидят два таких смотрите собаки забиты не знаем их история но сразу понятно что что-то как с людьми у них не ладилось обижали их наверно не бойтесь не бойтесь надо их как-нибудь погладить вывести кто-то к тети кто-то к хорошее кто так смотрите сколько тут народа чуть-то тут сумереж не видит раньше приезжали с видео помню как а было красиво. Чего ты говоришь? Вот какие маленькие мишки белые. Смотрите, похож на маленькую мишку. Похож на маленькую мишку. Еще одну мишку. Вот такие красивые, какие красавицы. Ой, такие поконтактировать и хоть покусать чуть-чуть, полизать руки, какой-то контакт как нужно. Ну скажи, сидим, к нам приходит, тут что скажи, не хватает нас, чтобы нам всем уделить. Уголек такой, уголек хороший. Уголек, как-то похоже. Похоже, похоже. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мы всех покажем, всех, кому вы узнаем. Тотик, тотик, тотик. Мадам что-то, куча вражи у нее пропала, у нее болтка. Вот еще. Вот. О, какие красивые собаки. Ой. Мало ли вдруг дома у вас, смотрите, кого можно тут понабирать, домой взять. Вольер какой-нибудь там, двор хороший. Смотрите, сколько будет собак выбрать. Помашь. Так, ну ладно, снимаем дальше. Так, продолжаем. Очередные у нас порции собак на выгул. У меня вот Валенсия. Раньше, помнится, она сидела маленьким, лохматым, скромным щеночком. Их подбросили ведь, нашли, да? В лесу нашли. Их нашли и в лесу, да, вот. Вот. Сейчас выросла такая. Она одна, наверное, одна. Наглая такая собака, блин. Это Глаши. Иглашу, да, вот. Напоминаем, кто помнит такую глафиру, которую уже второй раз брали куда-то домой, и она возвращалась. Первое возвращение, она, конечно, переживала очень серьезно. Похудела, не ела, досунулась. Ну, реально, собака прям такая жизнерадостная, превратилась в такую забитую. То есть, реально, собака была в переживании все, что ее взяли, а потом вернули. Ну, второй раз уже, когда ее вернули, можно сказать, убежала она там. Хозяева просто не стали ее искать. Она уже обвыклась, наверное, да? В принципе, она так в форме. Особо не переживаясь, скажут. Ну и ладно. Такие человеки есть уж, ничего с ними не сделаешь. И молодец. Иринка сейчас ее пообдерет. У нее там ленька не вычесанная, с половин боков. Вон она какая. Какая глаша. Глаши хорошие. Так. Валенсия. Имя такое. Есть такая вот, чисто русская собака, а имя такое. Валенсия должна быть какая-то такая. Благородная. Благородная, утонченная. А эта гавкает, что-то совсем ругается там в вольере. А Глаша чуть не достала. Да, Глаша даже чуть не попала. А Глаша так молодец. Собака-то сбитая. Вон Боб гуляет с клипсой. Это он во дворе жил, да? И детей защищал, да? Детей любит. А? Детей любит. Да. Этот Боб очень любит детей. История, кто их... Не знаю, рассказывали, не рассказывали. Жил во дворе. Да, ну мы раньше рассказывали. Жил он. Особенно любил детей. Детишки вокруг него собирались. Гладили его. Тискали. А он потом начал их защищать от взрослых. На взрослых ругаться. К детям не подпускать. В принципе, начали его обижать. И его забрали сюда. Да, Боб? Тут детей мало. Я тут никого не люблю. И спокойно хожу с собаками своими. Так, ладно. Гуляем дальше. Что-нибудь вам еще покажем. Так, мы продолжаем гулять. Я вот к чему просто... Собаки сейчас там у Иринки шли и нашли тут вот такой вот гриб. Чтобы понять, какой он по объему. Вот моя как бы рука. То есть вот такой здоровый, с такой толстой ножкой. Тут еще, конечно, еще один такой товарищ. А что за гриб, мы не знаем. Конечно, свежий. Ой, свежий, блин. Съедобный. Ладно, мы уж не будем рвать. Потому что что там из-за двух грибов. Ну, кто знает, если мало ли что там, увидите. Подскажите. Так, для информации. Для общего развития. Так, ладно. Вон мои товарищи все стоят. Боб. Боб. Идем дальше гулять. Смотрите дальше. Так, ну все. Мы погуляли со всеми. И пойдем теперь домой. Что-то устали. Нам ребенка кормить. Поэтому вот. Но время провели. С удовольствием. Используя. Сделать для души какое-нибудь доброе дело. Это как бы очень важно. Это очень важно. Поэтому будет желание. Приезжайте. Помогайте. Всеми способами. Даже просто прийти. И погулять с какой-нибудь маленькой собачкой. Будет круто. Вам будут тут все благодарны. Ну и самим будет очень приятно. До свидания.